Итак, мы с вами добавили группу подписчиков, мы с вами сгенерировали форму. Теперь наша задача создать страницу и добавить туда, во-первых, заголовок, во-вторых, то, что мы будем давать за подписку, и, естественно, саму форму. Для этого мы переходим в раздел «Мой магазин» на страницу «Сайты и страницы». Заходим в тот сайт, с которым мы будем работать, у меня это инфопродукты Евгения Попова. И здесь, обратите внимание, у нас уже есть одна страница, это главная страница. Это та самая страница, которая у вас открывается, если вы набираете просто корень своего магазина. Вот она, «Мой магазин». Вы ее можете там изменить, зайти вот сюда по иконке, изменить ее и сделать уже более понятной, то есть прописать туда, там поставить свой логотип, может быть, все более подробно прописать, дать какие-то ссылки на другие свои проекты и так далее. Теперь мы создадим новую страницу. Для этого нажимаем «Новая страница». Придумываем для нее идентификатор. Он будет внутри ссылки. То есть вот у нас сейчас, допустим, корень. А если мы придумаем идентификатор для страницы, то он появится вот после слэша, и страница будет загружаться именно по этому адресу. У меня это, например, html33. И что-то связанное с тем, что вы, допустим, будете на этой странице размещать. Здесь заголовок. Он будет отображаться в верхней строчке браузера. Вот здесь получается, вот здесь это называется поле «Title». И, соответственно, туда я прописываю, допустим, «Получите бесплатный курс». И здесь, соответственно, уже прописываем сам текст. То есть, во-первых, это заголовок. Так, делаю его именно с заголовком. Далее проставляю картинку того, что люди получат. Сначала выравниваясь по центру, нажимаю «Добавить картинку». Указываю ссылку на эту картинку. Она у меня загружена на мой сайт, на мой сервер. О том, как это делается, вы можете посмотреть на сайте «Хостинг Ниндзя». Там есть отдельный урок у каждого хостинг-провайдера, «Как загружать файлы на сервер по FTP или через менеджер сайта». Когда ссылку добавили, нажмите «Обновить». Посмотрите, как у вас смотрится картинка. Если все нормально, нажимаем «Ок». Все, она вот появилась. Здесь можно еще добавить пробел, чтобы был небольшой отступ. И, соответственно, после картинки уже нам нужно вставить ту самую форму, которую мы сгенерировали в предыдущем уроке. То есть у меня это, например, вот такая форма. И я, соответственно, вот этот код, который мне дали, копирую и сюда вставляю. Но просто так его сюда вставить нельзя. Нужно вставить обязательно как HTML код. Поэтому либо нажимаем кнопку «Источник» и вставляем там, либо нажимаем вот эту кнопку «HTML». То есть вставить текст как HTML. Вставляем сюда, нажимаем «Ок». Она вставляется как HTML. Так, и вот, соответственно, форма появилась. Здесь вот ваш e-mail не вмещается, поэтому можно просто e-mail оставить, например. Так, ну, в принципе, все. Здесь я не буду углубляться. Тема дизайна таких страниц – это отдельная тема. Вы можете вообще заказать какой-нибудь красивый лендинг там у фрилансера и попросить его сверстать этот лендинг, дать ему вот эту форму. Он ее также сделает более симпатичной. И потом уже, когда все будет готово, вы просто зайдете вот здесь в источник и ставите тот код, который вам фрилансер пришлет. И у вас здесь будет красивая страница. Так, дальше. Какие еще дополнительные параметры мы можем здесь задействовать? Если мы погуляем по вкладкам, здесь у нас есть кнопка «Вариант». Об этом пока я говорить не буду. Это тема отдельного урока. Таймер – это тоже касается больше распродаж. То есть, с помощью него можно будет ограничить, например, сделать акцию. То есть, вы поставили продукт и с помощью таймера пишите, что 24 часа данный продукт продается со скидкой. Таймер тикает назад. И там вы можете указать, какой текст можно удалить после окончания таймера, какой текст нужно, наоборот, показать и так далее. То есть, это тоже мы отдельно еще будем говорить. На вкладке «Дополнительно» вы можете отключить или включить документ этот, сделать, чтобы по нему считалась статистика. Также добавить сюда в область «Хэт» дополнительные скрипты, метатеги и так далее. Но это, опять же, больше для тех, кто уже знает, что это такое. Если не знаете, не обращайте внимания. Также можно на страницу добавить комментарии от Facebook. «Хэтбука», комментарии от ВКонтакте. Но здесь нужно сначала еще ввести ID от ВКонтакте. Для этого мы указываем, что у нас данные комментарии будут размещаться на веб-сайте. Здесь указываем название. Так, указываем адрес нашего сайта. Так, и базовый домен. В моем случае это вот такой. Нажимаю «Подключить сайт». Здесь нужно еще получить специальный код на телефон и ввести его в это поле. Так, отправляю. Так, вот меня пустили внутрь. Теперь, если я зайду в настройки, я увижу как раз-таки вот тот самый идентификатор и защищенный ключ. Так, ну я сначала скопирую идентификатор. Так, и укажу его вот здесь. Так, все, нажимаю «Сохранить». И у меня страница создана. Обратите внимание, страница здесь отображается в виде папки. Это нормально, потому что здесь можно делать страницы внутри страниц. Сейчас я это тоже на примере покажу. Но пока мы посмотрим вообще, как у нас эта страница получилась. И вот она уже как вышла в итоге. То есть, получите бесплатный курс по HTML, картинка, имя e-mail. И здесь можно добавлять комментарии через ВКонтакт людям и через Facebook. И сразу я протестирую, как работает данная форма. И нажимаю «Забрать 33 урока». Сейчас у меня должна выйти страница. Так, из-за того, что я уже подписывался в JustClick на другие рассылки, меня уже не просят подтвердить подписку. И мне сразу выдают страницу, где я могу скачать курс. То есть, вот таким образом это все дело работает. Сначала мы создали группу подписчиков. Далее сгенерировали форму. Создали на своем сайте ту страницу, где человек уже сможет получить курс. Плюс мы еще создали страницу с инструкциями по активации, которая у меня сейчас не вышла. И затем уже создали саму страницу, куда уже с формой, куда просто вставили форму. Таким образом это у нас работает. И сразу по вложенности еще хотел рассказать. То есть, смотрите, у меня сейчас эта страница, вот она отображается, мой основной сайт, слэш, html33. Сюда же я могу сделать через слэш и другую страницу, например, там, то есть, например, там продвинутый html. Чтобы не создавать там под одну и ту же тему много страниц, можно ее как бы разместить в одной, в одной вот такой ветке. Поэтому я могу зайти внутрь, создать здесь новую страницу, там придумать ей, например, html pro, то есть там у меня будет, допустим, раздаваться или продаваться там продвинутый курс. Здесь заголовок. Так, и нажимаю сохранить. Вот такая страница, вот если я сейчас посмотрю ее, видите, да, она уже располагается по адресу мой основной сайт, слэш, html33, слэш, html pro. То есть все страницы, которые взаимосвязаны между собой, относятся к одной теме, к одной ветке. Их вот таким образом можно здесь также в джазклике хранить, получается, в древовидной структуре. Так, по страницам я здесь остановлюсь, жду вас в следующем уроке.